где кроме водя востока я не знаю где я не знаю мне вот япония мне нравится она во многом по моим параметрам она во многом идеально поэтому наверное да здесь я бы легко смогла жить я не мне нормально каких городах японии было кроме токио какой город больше нравится что взять с собой в поездку как японцы относится туристам туристам хорошо мы уже ответили что с собой взять поездку что вы обычно берете поездку то и берите по поводу погоды тут кстати говоря вот тут описал что я что-то пропустил поводу того что август в августе будет ехать да здесь лето очень жарко июль август здесь очень жарко но мне нормально мы ездили и в июле и в августе и в сентябре жарко тут нормально не знаю ну жара ну и что я нормально к жаре отношусь поэтому люди же живут поэтому я не считаю что это прям повод не ехать какой-то вот в диснелэн кстати говоря в диснелэн ходите лучше в будние дни это одна из самых главных вот моментов вот потому что японцы они обожают для японок диснелэнд это вообще я не знаю какой у них возраст перестает им это нравится но они для них это идеальные свидания вот пойти в диснелэнд они тут парочек очень много очень прикольно вот в городах японии я была в киото и была в осаке была в камакури была еще где-то была еще где-то была в югогами была хотя не знаю как это города ну да да везде круто киото очень классический такой очень мы кстати в этот раз хотели поехать в нару это там где олени ходят по городу прям вот по центру города там парк и там ходит олень солнце меня достает чисто менять вот в общем но мы решили не ехать потому что это как сказать туда ехать очень далеко и очень дорого носим конце не там три порядка трех часов в одну сторону вот мы решили не ехать не знаю потом наверно съездим и вот это же самое где-то два с половиной три часа и осака но все чуть-чуть и вот в одну сторону скачет ниже в осаке кстати круто свитниверсов студио потому что ну как я уже сказала в японии в парках это вот сама фишка это именно то как люди к этому 1 ну я не знаю то как вот они прям как они проникают с этим праздником который вокруг тебя вот это конечно фрукта мне как поэтому мне кажется что в японии это самый крутой самый крутой парке вот киото киото очень круто ездить осенью но вот момент у них цветение кленов начинается где-то с 1 декабря то есть обычно там разный сезон вообще у них то есть можно там уже ближе ближе к делу когда вы соберетесь ехать почитать когда у них они ближе к концу осени они уже объявляют дату начала цветения кленов вот это нереальная красота это очень круто плюс там очень вкусная еда там очень клевые кафешки еще осень японии это сезон фуги поэтому почти везде можно попробовать фугу тем кому не страшно конечно смена говорю пойдем поедим он горит надо нам ребенка сопровождающего тогда эти тучи приехали с ребенком еще пойдем фугу есть вот потом что осака осака как осака а вот камакура кстати прикольная это город храмов и там если я не ошибаюсь я конечно ошибаюсь но приблизительно 140 или 160 храмов это тоже было одно время столица как древнего сигоната и там в общем к это вот фишка была что вот они строят храмы их там супер много на один раз туда съездить нереально вот очень красивый город очень красное место я возможно еще потом поподробнее расскажу кому интересно там есть свои фишечки такие особенно там какой-то такой знаете как есть контраст город храмов и помимо этого еще есть как улица там серферы серферы со всего мира туда летают и там красивый такой пляж большой огромный и вот вдоль береговой линии вот эти серферские магазинчики и маленькие гостиниц очень американизированный то есть ощущение полное что ты в америке то есть японию ты не чувствуешь на только от качества смажешь людей а можно взять велик я первый раз там учиться на велосипеде кататься потому что ну не покататься по такой набережной я не знаю я просто поняла что как я не могу кататься на велосипеде когда такая красота вокруг я просто обязана кататься велосипеде и села и поехала ну падала конечно пару раз ну в общем круто вот камакуру обязательно съесть ребят это 40 минут или 50 от токио это не так далеко и кугамма очень крутая там очень красивый чайна таун у нас вдруг есть илья он обожает и по гамму там набережной красиво у нас водилы мы все время стараемся когда приезжаем с него с ним туда поехать этот раз наверно у нас не получится а хотя может получится не знаю это не загадывая пока у нас еще четыре дня есть вот посмотрим 4 3 3 уже вот что еще подождите что-то я вам еще не ответил вообще япония очень крутая я обожаю бесконечно поэтому если я что-то еще вам не ответила то я готова еще записать одно видео потому что на тему японии я вот уже смотрю 28 минут у меня я даже не вмещу это видео в youtube придется разбивать наверное его я говорить могу очень много в общем но на основные вопросы я ответила вы главное не бойтесь обязательно путешествуйте ну какая разница если вы не знаете язык но вам как я уже сказала вам не омрачить ни в коем о кстати японская дожить и сандрил город это где как это дехалки те мир кого у кити крутая вещь очень вот в общем просто вам потребуется немножко больше времени чтобы разобраться и не парьтесь просто обязательно приезжайте сюда это мне кажется из азии это вообще одно из самых необыкновенных мест очень аутентичное такое очень своеобразная со своим фишками не знаю когда сколько я наверно была здесь лет 9 назад первый раз смотрите нет 8 8 наверно я влюбилась я просто влюбилась и поэтому мы сюда ездим и тогда мы еще семена мне как раз здесь жили чуть-чуть поэтому с тех пор как-то мы полюбили это место и мы знали что мы привезем сюда ребенка ему тоже очень сильно понравится потому что но он же наш ребенок если мы любим японию знать что он тоже любит японию так ну что еще вам сказать сегодня уже установила тоже спит в общем ребят пока пока спасибо вам за ваши вопросы очень клёво я всегда и вообще для меня очень кстати классный формат когда вы мне задаете вопросы я сделаю обязательно еще буду спрашивать там чтобы мне написывали что-нибудь потому что я обожаю отвечать на вопросы таком знаете формат такой интервью получается потому что обычно начинаешь что рассказывать и там у меня вот примерно так получается а когда есть какие-то конкретные вопросы у меня знаний полно поэтому отвечать я могу на что угодно особенно по поездкам по японии по всему стать скоро еще у меня будет парочку поездок пока в секрете вот ну все ребята рады что вы меня смотрите ставьте лайки подписывайтесь обязательно мой канал всем пока пока